Если театр начинается с вешалки, то Останкинская башня с лифтом. У нас на башне нет этажей как таковых, у нас все в метрах, и поэтому отметки в лифте тоже в метрах. Поднимается лифт быстро, 7 метров в секунду. Первая остановка 33 метра. Зал телевизионных передатчиков. Они принимают и распределяют сигнал на расстояние 120 километров. Вот передатчик первого канала. Работает с 2004 года. Раз в неделю по ночам его отключают на профилактику. Едем дальше. 85 метров. Здесь можно увидеть, как устроена башня изнутри. Не на мониторе, а воочию. Вот эти железобетонные блоки. Это тело башни. Тросы – это его мышцы. Здесь их 145. Каждый натянут с усилием 70 тонн. Благодаря им башня стоит и будет стоять. Ей не страшны ни ураган, ни даже землетрясение. 8 баллов по шкаре Рихтера. Во время пожара 2000 года большинство этих тросов лопнуло из-за высокой температуры. Но на устойчивости конструкции это не сказалось. Самая популярная отметка 337 метров. Смотровая площадка. Сюда стоит подняться как минимум ради этих видов. А как максимум – за порцию адреналина. Вот этот стеклянный пол выдержит 3 тонны ударной нагрузки. Проведем небольшой эксперимент. Давайте прыгнем. Раз, два, три. Стекла выдержали. Тремя метрами выше открытая смотровая площадка. Здесь в любое время очень ветрено. Кстати, о ветре. Башня колебается. Ощутить эти колебания фактически невозможно, хотя амплитуда может достигать 10 метров в шпиле. А еще за год в вершину телебашни молнии могут бить до 50 раз. Чаще всего эти удары проходят без каких-то последствий. Можно сказать, что Остантинская башня – это главный громоотвод нашего города фактически. Иногда они приносят урон. В прошлом году внутри и снаружи башню реконструировали. Укрепили фасад, заменили все инженерные коммуникации, установили современные системы безопасности. А в следующем году обещают наконец-то закончить ремонт в знаменитом ресторане, который находится прямо под смотровой площадкой. Кристина Спирина, Александр Курчевский, Первый канал.